ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ Для вас это будет, ну, плёвое дело просто. Вы курсовую набросаете там за, не знаю, если не считать там преддипломную практику, вы её, ну, за две недели набросаете. Потом надо будет только сражаться с антиплагиатом, переделывать каждый там абзац, всё это загонять. Вот. Но если вы не будете сами делать, если вы будете их заказывать, 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 то всё равно вам пригодится вот эту вот серию видеоуроков. Я дам очень кратенько, постараюсь говорить о каждой. Рассмотрим структуру курсовой. То есть даже если вы заказываете работу, сейчас очень много халтурщиков, они могут подсунуть вам такое дерьмо. А так вы будете знать, как их проверять. То есть вы вот заказали курсовую, вам её принесли, вы глазами пробежали, оба, вот тут не так, вот тут не так, вот тут неправильно, и сразу выворачиваете её на доработку. Типа, я вот денежки заплатил, будьте добры, сделать мне так, как надо. Зачастую, как происходит, заказывают курсовую на стороне, приносят курсовую, берут и отдают там преподавателю. Преподаватель смотрит, говорит, что это такое вообще. Возвращает вам, вы возвращаете на доработку, с отметками руководителя и так далее. И этот процесс может быть два-три раза. Ну, тем самым, что вот те, кто вам пишет, им как бы, ну, по большому счёту плевать, а вы свою репутацию перед преподавателем испортите окончательно. Вот. Поэтому поговорим конкретно о, что такое курсовая работа и как она пишется. Хорошо, если у вас, скажем так, идейный преподаватель по предмету и вообще первый курс, если вас отдельно соберут и отдельно вам расскажут всё поэтапно, как пишется, как должно выглядеть введение, о чём первая глава курсовой, о чём вторая курсовой, о чём третья курсовая, да, как правильно пишется заключение. Вот. Какой список литературы, как приложения делаются вот, к курсовой работе. Вот. Если вы очник, да, и вот вам преподаватель рассказал, и то они не рассказывают. Вот. Приходится всё там у других групп узнавать, у второкурсников и так далее. А если вы заочник, то на вас вообще забивают, вам просто говорят, вот, сдайте курсач, там вот, например, к такому-то числу. Всё, вас выпнули, вы даже не знаете, каким боком подходить к этой курсовой работе. О чём там? Ну, темы, может быть, раздали, возможно, темы. Всё. И это вот начинается, эти вопросы постоянно в интернете. Как? Чего? Почему? Начинаешь спрашивать, говорят, да нам вообще ничего не объясняли. Вот. Причём там, кто хорошо с пятёрками школу закончил, и они встречаются с такой сложностью. Вот. Поэтому, значит, поговорим. В этой главе, наверное, мы, вот в этом уроке, мы, наверное, с вами поговорим по оформлению. По оформлению курсовой работы. Пока не будем касаться структуры, просто по буковкам, по... В общем, дело так. Курсовые делаются в Ворде, да, и университет вам всегда выставляет требования, как должна быть оформлена работа. Например, сколько пробелов должно быть между названием главы, да, и вот когда уже глава сама пойдёт, текстом самим. Где-то, говорят, один пробел должен быть, где-то, говорят, два пробела должно быть, где-то, говорят, вообще пробелов не должно быть. Я вот как до сих пор не понимаю, то ли это требования каждого университета, отдельные требования, да, либо же есть какой-то государственный стандарт, по которому... Я думаю, скорее всего, есть какой-то государственный стандарт, но, как я понимаю, этот государственный стандарт время от времени, год от году меняется. Вот. Поэтому, каким шрифтом должен быть напечатан ваш курсач? Каким шрифтом, да? Тайм Нью Романс, да? Либо другим каким-то. Какой кегель должен быть? То есть высота букв, да, там 14 или 12. Вот. Потом, там, например, название главы с заглавными буквами прописными все пишутся, либо нет. Текст должен быть разреженный у подглав или нет. Как оформляется содержание? Сколько должно быть список литературы? Скольки должен состоять пунктов? Потом важно, как приложения оформляются? Важно, как оформляете ссылку на источник? Ну, на книгу, да? Если, например, вы привели какой-то, нашли где-то в интернете абзац текста какого-то, с какого-то учебника его скопировали, вставили себе в курсовую, вы обязательно должны написать название этого учебника у себя в списке литературы. И в самом, вот, после этого абзаца, вот вы его вставили в свой курсач, в конце этого абзаца вы должны открыть скобочки, написать, например, заглядывайте, ага, в списке литературы, он у вас там под цифркой 3 стоит, этот учебник. Тогда в самой курсовой вы пишите, скобки открываете, пишите 3, то есть третий источник, да, запятую, с страница, точка, и с какой страницы вы взяли этот абзац из того учебника, да? То есть, чтобы, когда преподаватель читает, например, вашу курсовую читает, читает, и тут вы пишете, например, профессор Вернацкий сказал, что надо на ушах ходить по дому, да? И у вас, он такой хобан, а ну-ка так, где ссылка? Где ссылка на источник? А вот у вас скобочка открывается там, например, 4, это значит у вас, где вот вы будете писать список литературы, значит, под цифркой 4 у вас стоит название книжки. Вот, он, ага, значит, смотрит, 4 страница 8, так, он достает такой-то учебник, но вы там будете конкретно расписывать, да, список литературы, вы будете писать, какого книга, потом поговорим отдельно. То есть вы будете конкретно указывать на конкретную книгу такого-то года выпуска и так далее, и вот такое-то издательство, то есть это без проблем можно загуглить, вот, и найти. Он откроет страницу, хобана, ну нет, такого Вернацкий не писал, всё, вам уже минус будет огромный. То есть как вот оформляются вот эти вот ссылки на источник, они могут по-разному оформляться. Может быть так, в скобочках вы будете оформлять, может быть вы будете делать сноску, то есть у вас идёт страница курсовой, вы пишете, пишете, привели абзац, и у вас в конце абзаца циферка 1, например, так сверху 1, а в конце листа будет горизонтальная черта, а сноску, и будет стоять 1, точка, и здесь будет приведён источник литературы, например, такая-то книга, такого-то издательства, вот, такая-то страница, и всё. То есть вот он читает-читает, а сноску посмотрел, ему не надо будет заглядывать в конец вашей курсовой, где у вас список литературы, которую вы использовали при написании. Вот, то есть вот эти вот все тонкости, все вот оформления, как вы оформляете ссылку, например, на книгу, а если вы вдруг ссылаетесь на газету, да, какую-нибудь газету по, ну, по вашей теме, да, то газета уже будет оформляться по-другому, там, журнал будет по-другому оформляться. То есть это очень много-много вот таких вот заморочек по оформлению. Вот, не старайтесь, вы нигде не найдёте эту информацию в интернете. А что вам нужно сделать? Вам нужно подняться либо на кафедру в университет, отправляйте старосту, потому что, ну, на то староста и назначают, чтобы не каждый студент из группы бегал в учебный отдел, да, а чтобы вот только один ходил, староста пошёл, узнал, чего пришёл, рассказал всей группе. Это его прямая обязанность. Посылайте либо на кафедре, либо в библиотеке университета есть методички, такие тоненькие книжечки, и там вот это всё-всё-всё прописано. И какой кегель, и какой шрифт, и можно ли подчёркивание, и как оформляется список литературы. Список литературы вроде так кажется. Например, если вам говорят, что у вас в курсовой должен там список литературы из 40 состоять, да, источников, из 40 книг. Вот. Не думайте, что вы это оформите за 20 минут, просто список литературы перечислите. Нет, на само это оформление, поверьте мне, уйдёт у вас дня два. Потому что там надо писать и издательский дом, и через дефис, через чёрточку, через два тире, через пробелы, двоеточие, и издательский дом, М точка, то есть Москва, точка, там ещё, там столько вот этой вот хрени всякой, простите уж за... Это очень дотошно, это кропотливо до каждой точки. Потом обязательно обратите внимание, как оформляется, если вы ссылаетесь на литературу в интернете. То есть вы нашли там какую-то статью хорошую в интернете, обязательно на хорошем сайте научном, да, и вот вы хотите сослаться. Вот. То там даже электронная ссылка вам придётся вставлять, вот в список литературы, источники, вам придётся вставлять ссылку, прямо будете копировать её с окна браузера, и вставлять туда, в список литературы, эту ссылку, вот, чтобы она была активной и так далее. Вот. А потом сам список литературы, он должен быть расположен в алфавитном порядке. Вот. То есть А, Б, В, К, 1, А, там 2, Б, ну, это всё легко делается в Ворде, выделяете всё, всё, что у вас там есть. Вот. И жмёте там, вот это вот есть в Ворде А, Я, сортировка. И он вам выстроит всё это дело. В общем, берёте эту методичку. Обязательно. Иначе вас потом завернут и просто заставят всё переоформлять. Вам скажут, у вас, например, курсовая написана, отлично, но оформление у вас двоечное, мы не берём курсовую у вас. Поэтому сразу вот поэкспериментируйте. Если вы там на первый курс пошли, то сразу берите эту методичку, как в этом году оформляется. Может быть, в прошлом году не так оформлялись, в этом году уже правила поменялись. Вот. Берёте эту методичку и хорошо изучаете. Сделайте там 2-3, просто в Ворде 2-3, ну, листа. И любого текста нашвыряйте и потренируйтесь, как это всё распределяется, как это всё оформляется. Какой должен быть интервал между строчками. Полуторный, да, там. Ну, вот у нас полуторный. Вот. Это всё-всё-всё в этой методичке. Вот. Если же спросить ещё, изменились ли условия оформления с прошлого года. Если не изменились, как-то, не знаю, связывать, вообще заводить дружбу со второкурсниками, с третьекурсниками. Это всегда пригодится. У них можно взять, ну, как образец, что ли, чтобы у вас перед глазами было, как оформлять эту курсовую. Так, наговорил я вам, наговорил. Теперь давайте к самой курсовой. Как это будет? Как только у вас начинается предмет, вы будете... У вас там будет в расписании стоять курсовая работа. Либо у преподавателя спросите, мы пишем по вам курсовую или нет. Если он говорит, да, пишем, а у вас там только первая-вторая лекция, вы сразу просите, чтобы он принёс темы. Темы для курсовых работ должен вам дать преподаватель. Там список будет. Списать их не получится, поверьте мне, потому что преподаватель за свою жизнь пересмотрел столько этих курсовых, что любое совпадение он видит, даже когда абзацы совпадают, он всё это прекрасно видит. Этот абзац ему встречается уже сто пятьдесят тысячный раз. Берёте эти темы. Старайтесь, ну, сразу-сразу выбирайте то, которое... Ну, вам должно быть интересно. Если вы возьмёте скучное что-то, то это будут муки для вас. Писать вам будет неинтересно искать, неинтересно над этим работать и так далее. Как нам советовали, преподаватели, нам говорили, либо выберите то, что вам интересно, либо то, что вы вообще абсолютно не знаете. То есть, тема, которую абсолютно вы не знаете, это по-любому вы будете развиваться, пополнять свои знания, расти, да, умственно и так далее. Вот. Ну, хорошо, если это совпадёт, будет и интересно, и... то, что вы не знаете. Вот. Берёте эту тему, вот. Потом там распределяете между собой, там галочками ставите, кто что взял, староста пишет там напротив каждой, каждой темы, кто какую тему взял, чтобы не повторяться. Всё. Далее вы сидите на лекциях этого преподавателя и караульте свою тему. Как только вы видите, ага, вот началась моя тема, да, засыпайте вопросами препода, засыпайте препода, вопросами вы будете хоть примерно понимать, о чём будет ваша курсовая. Так, значит, это мы определились, общие... Да, будут какие-то вопросы по курсу, потому что сказать много чего можно. Вот. Что-то я упущу, что-то... Ну, задавайте в комментариях, спрашивайте, я по возможности буду отвечать между писаниной уроков и... писаниной и уроками. Так, 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 ладно. По оформлению, да, по оформлению обязательно изучите Word. Если до этого вы пользовались Word только время от времени, ну, там что-то текст набрать и такое, то готовьтесь, потому что при написании курсовой вы будете задействовать почти весь функционал. Вы будете и поля, потому что там поля один-один, по-моему, один-один-три или один-один-два должно... То есть даже расстояние полей вот сверху, вот лист, сколько должно быть сантиметров сверху отступлено, сколько справа листа, сколько слева, сколько снизу. Обязательно узнавайте про нумерацию страницы, она тоже оговаривается вот в этой методичке по оформлению. Нумерация либо в центре, либо посередине, либо посередке страницы, либо с правого угла, либо с левого угла. Так, 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 так. Да, то есть вот эти поля вы тоже должны все уметь выставлять. тренируйтесь, абзац, отступы, какой должен быть абзаца. По оформлению много заморочек, поэтому заранее говорю, заранее возьмите вот эти вот рекомендации. Библиотекарши вам очень хорошо помогут, вы улыбайтесь им. Вот, эти люди, они как бы заведуют всем, всем вот этим оформлением, они подскажут вам. А потом по титульному листу начнем, наверное, так по ворду сказал все. Начнем с титульного листа курсовой работы. Титульный лист тоже все, здесь все регламентировано. Каждая запись, где, чего, как пишется, что в шапке должно быть, какими буквами эта шапка пишется, какое расстояние должно быть, отступы, где с правого бока, где с левого бока. Внизу обязательно подписывается сам город и год написания. Год написания обязательно. Этот титульный лист, титульный лист, вы, если начнете сами оформлять, даже если перед вами будет лежать его копия, вы, честно скажу задолбаетесь, вот просто задолбаетесь, потому что у вас то строчки не будут влезать, то что-то там поедет в кось, в криф, то они еще так хитро все это делают, то есть когда вы пишите, 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 титульник оформляете, снизу пишите свой город и дату и год, все на этом у вас лист заканчивается, то есть если вы после этого нажмете пробел, у вас курсор сразу перескачет, он сразу откроет вторую страницу, то есть там все до-до-до-до-до-до подогнано, а что можно сделать в этом случае, в этом случае подойдите опять к библиотеку, в библиотеку университетскую, либо, либо-либо-либо-либо-либо что-либо получается на кафедру, и просите чтобы вам скинули титульный лист в электронном виде, у них есть это, если вы заочник и живете где-нибудь там, не знаю, в деревне, там, в маленьком городке, ездите учиться в большой, то тоже старосту через почту тормошите, пусть он идет, берет в электронном виде этот титульный лист, вот, и скидывает вам всем, что тогда вот вам скинули этот лист в электронном виде, вам там останется только дописать свою фамилию и группу, в какой группе вы учитесь, вот, по читальному листу, есть, но некоторые, я знаю, некоторые библиотеки деньги берут за вот этот титульный лист, чтобы вам сделать его, так, обязательно перед, 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 перед написанием курсовой узнайте, а какие регалии у вашего предпреподавателя, то есть у вас будет там, например, титульный лист Министерства образования, ну, в шапке и науке Российской Федерации, федеральное государственное бюджетное образование, учреждение высшего профессионального образования, там, какой-нибудь Симферопольский государственный университет, кафедра гуманитарных естественно научных, бла-бла-бла, выполнил студент такого-то курса Петя Иванов, и потом будет написано научный руководитель, имя, фамилии, отчество вы будете знать, да, Светлана Ивановна Петрова, но нужно будет указать, какой ее научный статус, регалии, кто она, кандидат, кандидат каких наук, профессор каких наук, да, там, доцент, кто там, старший руководитель, кто, вот с этим тоже очень много возникает вопросов, приходится потом бегать, звонить, узнавать, ой, а кто вы, ой, а кто вы, какие ваши научные достижения, да, так, сейчас я посмотрю, сколько я наговорил уже по времени, может быть, придется разбить на два урока, 21, ну, давайте еще до 20, ну, до 25 попробуем наговорить еще, что вспомнить, уделите особенное внимание приложениям, а, по нумерации еще, по нумерации, титульный лист не нумеруется, реферат не нумеруется, то есть, когда, вот эти два документа, титульный лист, у вас будет один документ, Word, так вы и назовете, титульник, Word, оформили его, закрыли, второй у вас, лист вашей, курсовой, будет реферат, не знаю, некоторые требуют, некоторые нет, но у нас прям требовали в обязательном порядке, реферат, потом я расскажу, о чем пишется, в реферате, он кратенький, он на одну страничку, вот прям, у нас требовали одну страничку, не больше, урезали, вырезали, изгаляйся, но до одной странички, он тоже не нумеруется, у вас он будет идти отдельным документом, то есть титульный лист, один документ, Word, закрыли, открываем второй документ, Word, он у вас будет называться реферат, тоже его оформили, закрыли, он не нумеруется, да, потом у нас будет идти содержание, содержание, где вы перечислите введение, на такой странице начинается, первая глава, на какой странице начинается, вторая, то есть вы будете пронумеровывать, ну это как оглавление, вот у книжки, откройте у любого учебника, там есть оглавление, так вот, это оглавление, ну вот как оглавление выглядит содержание, так, тоже будет отдельным Word документом, потом у вас начинается основная часть, вот, основная часть, она будет у вас самая большая, которая будет начинаться с введения, вот, введение, вы будете уже, будете уже, введение у вас будет начинаться с нумерации страниц, но со страницы три, три, вот, три и далее по списку, три, четыре, пять и до конца, да, заканчивается у вас основная часть списком использованной литературы, вот, и список использованной литературы еще нумеруется, вот, все, нумерация пошла, приложения, приложения у вас будут тоже оформляться, они тоже будут нумероваться, но они будут начинаться, как бы его, вот эти приложения лучше сделать отдельным документом, потому что это удобнее, это, сама основная часть вас будет тяжело весить на компьютере, будет подтормаживать, вот, хорошо, если приложение вы сделаете отдельно, вы его нашпигуете приложение фотографиями, схемами, что там еще, какими-нибудь таблицами, графиками, и так далее, это все лучше отнести в приложение, вот, ну и приложение, соответственно, у вас будет отдельный документ, но он будет нумероваться, например, если у вас основная часть закончилась списком литературы, который закончится там, например, 73-й страницей, да, то приложение в отдельном документе будет начинаться уже с 74-й страницы, вот, это у нас по три разных, естественно, если вы умеете, если вы опытный такой вордовский пользователь, то и можете там, например, есть там функция в ворде, включить нумерацию с третьего листа, да, тогда вам, конечно, проще, но в итоге у вас будет такой тяжеловесный документ, но это по опыту, просто неудобно работать, вы идете, идете, хоп, вспомнили, что какую-то ошибку допустили, а в курсовой, вот вы садитесь, вам надо там два слова заменить, он у вас грузится, потом все это перематывается у вас, все это, ну, это долго, а когда вот у вас разбит, то сделайте папку моя курсовая, в этой папке у вас будет первый документ, это у нас что, титульник, закрыли, второй документ, это будет у нас реферат, потом будет вордовский документ, основная часть, и следующий вордовский документ, это будет у нас приложение, так, по структуре мы с вами поговорили, еще раз, по структуре, по структуре, по структуре, пройдемся, то есть у вас будет титульный лист, реферат, содержание, потом будет введение, введение, ну, оно будет прилипать к основной, с введением у вас будет начинаться курсовая работа, введение, список использованных, а введение, основная часть, потом будет заключение отдельной главой, вот, заключение, потом, что у нас там будет, список использованной литературы, и потом предложение, приложение, вот, итак, титульный лист, реферат, содержание, введение, далее, а после введения у нас идет заключение, отдельной главой, все это, список использованной литературы, и приложения, все эти пункты мы будем писать с заглавными буквами, прописными, прописными, так, все, в следующий раз, а, не забудьте подписываться на видео, и что там, лайки ставить, и так далее, все, в следующем уроке мы поговорим с вами о том, как пишется содержание, как его лучше оформить, там тоже есть свои хитрости, в следующем,